Повесть временных лет И был убит Олегом Поведи на своего брата и захвати волость его В год 977 пошел Ярополк на брата своего Олега в деревскую землю И вышел против него Олег И исполчились обе стороны И в начавшейся битве победил Ярополк Олега Олег же со своими воинами побежал в город, называемый Авруч А через ров к городским воротам был перекинут мост И люди, тесняясь на нем, сталкивали друг друга вниз И столкнули Олега с моста в ров Ярополк, войдя в город Олегов, захватил власть И послал искать своего брата И искали его, но не нашли И сказал один древлянин Видел я, как вчера спихнули его с моста И послал Ярополк найти брата И вытаскивали трупы изорва с утра и до полдня И нашли Олега под трупами Вынесли его и положили на ковре И пришел Ярополк, плакал над ним И сказал свинельду Смотри, этого ты и хотел И похоронили Олега в поле у города Авруча И есть могила его у Авруча и до сего времени Владимир, узнав об этом убийстве Испугался и бежал из Новгорода Так Ярополк один стал владеть русской землей В год 980-й Владимир вернулся в Новгород с варягами И сказал посадникам Ярополка Идите к брату моему И скажите ему Владимир идет на тебя Готовься с ним биться И сел в Новгороде И послал Краг Володу в Полоцк сказать Хочу дочь твою взять себе в жены Тот же спросил у дочери своей Хочешь ли за Владимира Она ответила Не хочу разуть сына рабыни Но хочу за Ярополка Этот Рогволот пришел из-за моря И держал власть свою в Полоцке И пришли отроки Владимира И поведали ему всю речь Рогнеды Дочери полоцкого князя Рогволода Владимир же собрал много воинов Варягов, Словен, Чуди и Кривичей И пошел на Рогволода А в это время собирались уже вести Рогнеду за Ярополка И напал Владимир на Полоцк И убил Рогволода и двух его сыновей А дочь его взял в жены И пошел на Ярополка И пришел Владимир к Киеву с большим войском А Ярополк не смог выйти ему навстречу И затворился в Киеве со своими людьми И стоял Владимир, окопавшись на Дорогожиче Между Дорогожичем и Капичем И существует ров тот и поныне Не сумев одолеть Ярополка силой Владимир действовал хитростью Подкупил его воеводу по имени Блуд И тот предал своего князя Владимир же послал к Блуду Воеводе Ярополка С хитростью говоря Будь мне другом Если убью брата моего То буду почитать тебя как отца И честь большую получишь от меня Не я ведь начал убивать братьев, но он Я же, убоявшись этого, выступил против него Не смог Блуд никак погубить его И придумал хитрость Подговаривая Ярополка Не выходить из города на битву Сказал Блуд Ярополку Киевляне посылают к Владимиру Говоря ему Приступай к городу Предадим где тебе Ярополка Беги же из города И послушался его Ярополк Выбежал из Киева И затворился в городе Родне В устье реки Россия А Владимир вошел в Киев И осадил Ярополка в Родне И сказал Блуд Ярополку Видишь, сколько воинов у брата твоего Нам их не победить Заключай мир с братом своим Так, говорил он, обманывая его И сказал Ярополк Пусть так И послал Блуд к Владимиру со словами Приведу к тебе Ярополка, будь готов убить его Владимир вошел в отчий двор теремной И сел там с воинами и с дружиною своею И сказал Блуд Ярополку Пойди к брату своему и скажи ему Что ты мне не дашь, то я и приму Ярополк пошел А варяжка сказал ему Не ходи, князь Убьют тебя Беги к печенегам и приведешь воинов И пришел Ярополк ко Владимиру Когда же входил в двери Два варяга подняли его мечами под пазухи Блуд же затворил двери И не дал войти за ним своим И так убит был Ярополк После смерти Ярополка Все русские земли отошли к князю Владимиру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Владимир. Начало княжения Многие древние сказания о русской земле Были собраны преподобным Нестором летописцем В повести временных лет Владимир после смерти Ярополка утвердился в Киеве В то время князь еще был убежденным язычником И стал Владимир княжить в Киеве один И поставил кумира на холме за тюремным двором Деревянного перуна с серебряной головой и золотыми усами И Хорса, Даждьбога, Истрибога, Исимаргла и Мокош И приносили им жертвы, называя их богами И приводили своих сыновей и дочерей И приносили жертвы бесам И оскверняли землю жертвоприношениями своими И осквернилась кровью земля русская и холм тот Но приблагой бог не захотел гибели грешников И на том холме стоит ныне церковь святого Василия Как расскажем об этом после Теперь же возвратимся к прежнему Владимир посадил Добрыню, своего дядю, в Новгороде И придя в Новгород, Добрыня поставил кумира над рекою Волховым И приносили ему жертвы новгородцы, как богу До крещения Руси населявшие ее народы были язычниками Поклонялись идолам и приносили им жертвы В год 983-й Пошел Владимир против Ятвягов И победил Ятвягов И завоевал их землю И пошел к Киеву Принося жертвы кумирам с людьми своими И сказали старцы и бояре Бросим жребий на отрока и девицу На кого падет он, того и зарежем в жертву бога Был тогда варяг один А двор его стоял там, где сейчас церковь Святой Богородицы Которую построил Владимир Пришел тот варяг из греческой земли И исповедовал христианскую веру И был у него сын На него-то и пал жребий И посланные к нему придя сказали На сына дед твоего пал жребий Избрали его себе боги Так принесем же жертву богам И сказал варяг Не боги это, а дерево Нынче есть, а завтра сгниет Бог же один Ему служат греки и поклоняются Сотворил он небо и землю И звезды, и луну, и солнце, и человека И предназначил его жить на земле А эти боги что сделали? Сами они сделаны Не дам сына своего бесам Посланные ушли И поведали обо всем людям Те же, взяв оружие, пошли на него И разнесли его двор Варяг же стоял на сенях с сыном своим И кликнули, и подсекли под ними сени И так их убили Феодор и сын его Иоанн Стали первыми мучениками За православную веру в русской земле Смерть варягов-мучеников Заставила князя Владимира Усомниться в истинности языческой веры По его приглашению На Русь стали приезжать Послы-проповедники из разных стран В год 986-й Пришли болгары магометанской веры Говоря, ты, князь, уверуй в закон наш И поклонись Магомету И спросил Владимир Какова же вера ваша? Учит Магомет так Совершать обрезание Не есть свинины Не пить вина Зато по смерти Можно творить блуд с женами Владимир же слушал их Так, как и сам любил жен Но вот что было ему нелюбо Обрезание и воздержание От свиного мяса А о питье, напротив, сказал он Руси есть веселье Пить не можем без того быть Потом пришли иноземцы из Рима И сказали Пришли мы, посланные папой Кланяемся мы Богу Сотворившему небо и землю Звезды и месяц И все, что дышит А ваши боги просто дерево Владимир же спросил их В чем заповедь ваша? И ответили они Пост по силе Если кто пьет или ест То все это во славу Божию Сказал же Владимир иноземцам Идите откуда пришли Ибо отцы наши не приняли этого Пришли хазарские евреи И сказали Слышали мы, что приходили болгары и христиане Уча каждой своей вере Христиане же веруют в того, кого мы распяли И спросил Владимир Что у вас за законом? Обрезаться, не есть свинины и соблюдать субботу Он же спросил А где земля ваша? Они же сказали В Иерусалиме Точно ли она там? И ответили Разгневался бог на отцов наших И рассеял нас по различным странам За грехи наши А землю нашу отдал христианам Сказал на это Владимир Как же вы иных учите А сами отвергнуты богом и рассеяли Если бы бог любил вас То не были бы вы рассеяны по чужим землям Или и нам того же хотите? Так повествует летопись О поиске князя Владимира Истинной веры Субтитры подогнал «Симон» Повесть временных лет Владимир Выбор веры В начале 12 века Был создан первый летописный свод Русской истории Приходил к Владимиру И греческий проповедник И поведал князю о христианской вере Начав от сотворения неба и земли Он рассказал о пришествии в мир Христа Спасителя Его добровольном страдании на кресте Ради спасения людей От рабства греху и смерти Сказал же Владимир Пришли ко мне евреи И сказали, что немцы и греки Веруют в того, кого они распяли Философ ответил Воистину веруем в того Их же пророки предсказывали, что родится Бог А другие, что распят, будет и погребен Но в третий день воскреснет и взойдет на небеса Владимир спросил Зачем же сошел Бог на землю И принял такое страдание? Философ же ответил ему Вот чего ради Вначале род человеческий женою согрешил Дьявол прельстил Адама Евою И лишился тот рая Так и Бог отомстил дьяволу Через жену была первоначальная победа дьявола Из-за жены первоначально был изгнан Адам из рая Также через жену воплотился Бог И повелел войти в рай верно А на древе он был распят, потому что от древа вкусил Адам И из-за него был изгнан из рая Бог же на древе принял страдание, чтобы древом был побежден дьявол И древом жизни спасутся правила А обновление водою совершилось потому, что при Ное Когда умножились грехи у людей Навел Бог потоп на землю И потопил людей водой Потому-то и сказал Бог Как водою погубил я людей за грехи их Так и теперь вновь водою очищу от грехов людей Водою обновление Дух Божий носился поверх вод Потому и ныне крестятся водою и духом Когда апостолы учили по вселенной веровать Богу Учение их и мы, греки, приняли Вселенная верует учению их Греческий философ показал князю Владимиру картину страшного суда На которой слева были изображены мучения грешников в аду А справа радостная и вечная жизнь праведников в Царстве Небесном Летописец пишет, что Владимир вздохнул Хорошо тем, кто справа В год 987 философ сказал Если хочешь с праведниками справа стать, то крестись Созвал Владимир бояр своих и сказал им Вот приходили ко мне болгары, говоря, прими закон наш Затем приходили немцы и хвалили закон свой За ними пришли евреи После же всех пришли греки, броня все законы, а свой восхваляя И сказали бояре Знай, гнязь, что своего никто не бронит Разузнай, у кого какая служба и кто как служит Богу Избрали мужей славных и умных числом 10 И сказали им Идите сперва к болгарам и испытайте веру их Они же отправились И видели их поклонение в мечети И вернулись в землю свою И сказал им Владимир Идите еще к немцам, а оттуда идите в греческую землю Они же пришли к немцам Увидели службу их церковную А затем пришли в царьград и явились к царю Царь обрадовался и в тот же день сотворил им почести великие На следующий же день патриарх повелел созвать клир Сотворил по обычаю праздничную службу И пошел с русскими в церковь И поставили их на лучшем месте Показав им церковную красоту Пение и службу архиерейскую Предстояние дьяконов И рассказав им о служении Богу своим Послам Владимира пришлась по душе служба греков О которой они с восхищением рассказали князю Рассказ послов о красоте богослужения в царьграде Уверил всех в том, что только с этим народом живет истинный Бог Тогда князь Владимир по действию благодати Святого Духа Начал понемногу познавать истинную христианскую веру И желая ее принять Владимир решил креститься в христианскую веру Но не хотел подчинять Русь грекам Пошел Владимир с войском на Корсунь Город греческий И затворились Корсуньи не в городе И стал Владимир на той стороне города у пристани В расстоянии полета стрелы от города И сражались крепко из города Владимир же осадил город Люди в городе стали изнемогать И сказал Владимир горожанам Если не сдадитесь, то простою и три года Они же не послушались его Владимир же, изготовив войско свое Приказал присыпать насыпь городским стенам И когда насыпали они Корсунцы, подкопав стену городскую Выкрадывали подсыпанную землю И носили ее себе в город И ссыпали посреди города Воины же присыпали еще больше И Владимир стоял И вот некий муж Корсунянин именем Анастас Пустил стрелу, написав на ней Перекопай и переими воду Идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока Владимир же, услышав об этом Посмотрел на небо и сказал Если сбудется это Сам крещусь И тотчас же повелел копать На перерез трубам И перенял воду Люди изнемогли от жажды издались Владимир вошел в город с дружиною своей И послал к царям Василию и Константину сказать Вот взял уже ваш город славный Слышал же, что имеете Сестру-девицу Если не отдадите ее за меня То сделаю столице вашей то же, что и этому городу Владимир потребовал от греческих царей Отдать ему в жены царевну Анну Они не могли ему отказать Но настояли, чтобы князь принял христианскую веру Редактор субтитров А.Семкин Повесть временных лет Владимир Крещение Много древних сказаний об истории Руси Было собрано в повести временных лет Преподобным Нестором Летописцем Греческие цари Василий и Константин Согласились отдать сестру Анну в жены Владимиру При условии принятия им святого крещения Опечалились цари и послали ему весть такую Не пристало христианам выдавать жен за язычников Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное воспримешь И с нами единоверен будешь Если же не сделаешь этого, то не сможем выдать сестру за тебя Услышав это, сказал Владимир посланным к нему Скажите царям вашим так Я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш И люба мне вера ваша и богослужение О котором рассказали мне посланные нами мужи И рады были цари, услышав это И упросили сестру свою именем Анну И послали к Владимиру, говоря Крестись, и тогда пошлем сестру свою к тебе Ответил же Владимир Пусть пришедшие с сестрой вашей и крестят меня И послушались цари И послали сестру свою сановников и пресвитеров Она же не хотела идти, говоря Иду как в полон, лучше бы мне здесь умереть И сказали ей братья Может быть обратит тобою Бог русскую землю к покаянию А греческую землю избавишь от ужасной войны Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь Теперь же, если не пойдешь, то сделают и нам тоже И едва принудили ее Она же села в корабль, попрощалась с ближними своими с плачем И отправилась через море И пришла в Корсун И вышли корсунцы навстречу ей с поклоном И ввели ее в город И посадили ее в палате Греческая царевна Анна с духовенством прибыла в Херсонес Но в это время князь Владимир внезапно заболел По божественному промыслу разболелся в то время Владимир глазами И не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что сделать И послала к нему царица сказать Если хочешь избавиться от болезни этой, то крестись поскорее Если же не крестишься, то не сможешь избавиться от недуга своего Услышав это, Владимир сказал Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский И повелел крестить себя Епископ же Корсунский с царицыными попами Огласив, крестил Владимира И когда возложил руку на него, то тотчас же прозрел Владимир же, ощутив свое внезапное исцеление, прославил Бога Теперь узнал я истинного Бога Крестился же он в церкви святого Василия А стоит церковь-то в городе Корсуне посреди града Где собираются корсунцы на торг Палата же Владимира стоит с края церкви и до наших дней А царица на палата за алтарем После крещения привели царицу для совершения брака При крещении с князем Владимиром случилось чудо прозрения Подобное тому, какое произошло с апостолом Павлом Увидев это, многие воины князя и бояре крестились И была большая радость среди русских и греков В Херсонесе, где каждый камень помнил Святого апостола Андрея Первозванного Совершилось венчание князя Владимира И греческой царевны Анны Когда же Владимира крестили, сказали ему так Пусть никакие еретики не прельстят тебя Но веруй, говоря так Верую во единого Бога, Отца Вседержителя Творца неба и земли И до конца этот символ веры И еще Верую во единого Бога, Отца Нерожденного И во единого Сына Рожденного В единый Дух Святой Исходящий Три совершенных естества Мысленных, разделяемых по числу и естеством Но не в божественной сущности Дух же Святой исходит вне времени и вне тела Вместе есть Отец Вместе Сын Вместе и Дух Святой Сын же подобосущен Отцу Только рождением, отличаясь от Отца и Духа Дух же Пресвятой подобосущен Отцу и Сыну И вечно сосуществует с ними Ибо Отцу Отцовство, Сыну Сыновство Святому же Духу Исхождение Не Отец переходит в Сына или Духа Не Сын в Отца или Духа Не Дух в Сына или в Отца Ибо неизменно их свойства Не три Бога, но один Бог, так как божество едино в трех лицах Не принимай же учения от латинин Учения их искаженные Войдя в церковь не поклоняются иконам Но стоя кланяются и поклонившись Пишут крест на земле и целуют А встав становятся на него ногами Так что ложась целуют его А встав попирают Этому не учили апостолы Апостолы учили целовать поставленный крест И чтить иконы Ибо Лука-евангелист первый написал икону И послал ее в Рим Князь Владимир вернул Херсонес в Византии Построив в нем храм во имя Святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Преподобным Нестором в начале 12 века Был составлен летописный свод Названный Повестью временных лет Весной 988 года Князь Владимир с царевной Анной Вернулся в Киев Вместе с ними Прибыл митрополит Михаил с духовенством После всего этого Владимир взял царицу И Анастаса И священников корсунских с мощами святого Климента И Фиева ученика его Взял и сосуды церковные И иконы на благословение себе Поставил и церковь в Корсуне на горе Которую насыпали посреди города Выкрадывая землю из насыпи Стоит церковь та и до ныне Отправляясь Захватил он и двух медных идолов И четырех медных коней Что и сейчас стоят за церковью Святой Богородицы Корсунь же отдал грекам Как вену за царицу А сам вернулся в Киев И когда пришел Поверял опрокинуть идолов Одних изрубить А других сжечь Перуна же приказал привязать К хвосту коня И волочить его с горы По Боричеву взвозу к ручью И приставил 12 мужей Колотить его палками Делалось это не потому Что дерево что-нибудь чувствовал Но для поругания беса Который обманывал людей в этом образе Чтобы принял он возмездие от людей Когда влекли Перуна по ручью к Днепру Оплакивали его неверные Так как не приняли еще они святого крещения И притащив кинули его в Днепр И приставил Владимир к нему людей Сказав им Если пристанет где к берегу Отпихивайте его А когда пройдет пороги Тогда только оставьте его Они же исполнили Что им было приказано Языческие идолы были разрушены Греческий митрополит Михаил Вместе со священниками Ходил по Киеву И проповедовал жителям веру Христову Затем послал Владимир По всему городу сказать Если не придет кто завтра на реку Будь то богатый или бедный Или нищий или раб Будет мне врагом Услышав это с радостью Пошли люди Ликуя и говоря Если бы не было это хорошим Не приняли бы этого князь наши бояре На следующий же день Вышел Владимир с попами царицыными И корсунскими на Днепр И сошлось там людей без числа Вошли в воду И стояли там одни до шеи Другие по грудь Некоторые держали младенцев А уже взрослые бродили Попы же стоя совершали молитвы И была видна радость на небе и на земле По поводу стольких спасаемых душ А дьявол говорил стеная Увы мне Прогнан я отсюда Здесь думал я обрести себе жилище Ибо здесь не было учения апостольского Не знали здесь Бога Но радовался я служению тех кто служил мне И вот уже побежден я невеждой А не апостолами и не мучеником Не смогу уже царствовать более в этих странах Люди же крестившись разошлись по домам Владимир же был рад что познал Бога сам и люди его Воззрел на небо и сказал Христос Бог сотворивший небо и землю Взгляни на новых людей этих И дай им Господи познать Тебя истинного Бога Как познали Тебя христианские страны Утверди в них правильную и неуклонную веру И мне помоги Господи против дьявола Да одолею козни его, надеясь на Тебя и на Твою силу Князь особенно заботился о духовном просвещении народа По всей Руси начали возводить храмы И поставил церковь во имя святого Василия на холме Где стоял идол Перуна и другие И где творили им требы князь и люди И по другим городам стали ставить церкви И определять в них попов И приводить людей на крещение по всем городам и селам Посылал он собирать у лучших людей детей И отдавать их в обучение книжное Не слышали они раньше учения книжного Но по Божьему устроению и по милости своей Помиловал их Бог, как сказал пророк Помилую кого хочу Ибо помиловал нас святым крещением и обновлением духа По Божьему изволению, а не по нашим делам Благословен Господь Иисус Христос Возлюбивший русскую землю И просветивший ее крещением святым Какая радость, не один и не два спасаются Сказал Господь, радость бывает на небе и об одном покаявшемся грешнике Здесь же не один и не два, но бесчисленное множество Приступили к Богу, просвещенные святым крещением Ибо апостол Павел говорит Братья, все мы крестившиеся в Иисуса Христа В смерть Его крестились И так мы погреблись с Ним крещением в смерть Дабы как Христос воскрес из мертвых Славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни Через Него получили мы верую доступ К благодати этой, которой хвалимся и стоим Вот почему должны мы служить Богу, радуясь Ему Великий князь Владимир стремится не только Киев Но и всю свою державу просветить светом Христовой веры Он посылает проповедников и священников Во все концы Руси крестить народ Строить церкви, создавать школы Субтитры подогнал «Симон» Повесть временных лет Владимир. Труды великого князя Повесть временных лет, составленная преподобным Нестором Летописцем Монахом Киево-Печерского монастыря Содержит изложение древнейшей истории славян От первых киевских князей до начала XII века И стал князь Владимир жить добродетельно Оставив свои прежние языческие обычаи В год 989 После этого жил Владимир в христианском законе И задумал создать церковь Пресвятой Богородицы И послал привезти мастеров из греческой земли И начал ее строить И когда кончил строить Украсил ее иконами И поручил ее Анастасу Корсунянину И поставил служить в ней корсунских священников Дав ей все, что взял перед этим в Корсуне Иконы, сосуды и кресты Владимир же был просвещен сам И сыновья его, и земля его Было же у него 12 сыновей Вышеслав, Изяслав, Ярослав, Святополк, Всеволод, Святослав, Мстислав, Борис, Глеб, Станислав, Позвезд, Судислав И посадил Вышеслава в Новгороде Изяслава в Полоцке, а Святополка в Турове А Ярослава в Ростове Когда же умер старший Вышеслав в Новгороде Посадил в нем Ярослава А Бориса в Ростове А Глеба в Муроме Святослава в Древлянской земле Всеволода во Владимире Мстислава в Томуторакане И сказал Владимир Нехорошо, что мало городов около Киева И стал ставить города по Десне И по Остру, и по Трубежу И по Суле, и по Стугне И стал набирать мужей лучших от славян И от Кривичей, и от Чуди, и от Вятичей И ими населил города Так как была война с Печенегами И воевал с ними, и побеждал их Печенеги постоянно тревожили Русь набегами И часто подходили к самому Киеву В год 992-й Пошел Владимир на Хорватов Когда же возвратился он с Хорватской войны Пришли Печенеги по той стороне Днепра от Сулы Владимир же выступил против них И встретил их на Трубеже у Брода Где ныне Переяславль И стал Владимир на этой стороне А Печенеги на той И не решались наши перейти на ту сторону Не те на эту И подъехал князь Печенежский к реке Вызвал Владимира и сказал ему Выпусти ты своего мужа А я своего пусть борется Если твой муж бросит моего на землю То не будем воевать три года Если же наш муж бросит твоего озим То будем разорять вас три года Владимир же вернувшись в стан свой Послал глашатая в полагерю со словами Нет ли такого мужа, который бы схватился с Печенегом И не сыскался нигде На следующее утро приехали Печенеги И привели своего мужа А у наших не оказалось И стал тужить Владимир Посылая по всему войску своему И пришел к князю один старый муж И сказал ему Князь, есть у меня один сын меньшой дома Услышав об этом, князь обрадовался И послали за ним И поведал ему князь все На следующее утро пришли Печенеги И стали вызывать Где же муж? Вот наш готов Печенеги выпустили своего мужа Был же он очень велико страшен И выступил муж Владимира И увидел его Печенег И посмеялся Ибо был он среднего роста И размерили место между обоими войсками И пустили их друг против друга И схватились И начали крепко жать друг друга И удавил муж Печенежины руками до смерти И бросил его осенью И кликнули наши И побежали Печенеги И гнались за ними русские И сбивая их И прогнали Князь Владимир на том месте Где стоял с войском Заложил город И назвал его Переславлем Потому что русский богатырь Перенял славу у Печенежского Но не только воевал Великий князь Владимир По его приказу Была возведена Самая красивая церковь Освященная во имя Пресвятой Богородицы Церковь эту позднее Прозвали Десятинной В год 996-й Увидел Владимир Что церковь построена Вошел в нее И помолился Богу Говоря так Господи Боже Взгляни с неба И воззри И посети сад свой И сверши то Что насадила Десница Твоя Новых людей этих Сердца которых Ты обратил к истине Познать Тебя Бога истинного Взгляни на церковь Твою Которую создал Я недостойный раб Твой Во имя родившей Тебя Матери Преснодевы Богородицы Если кто будет Молиться в церкви этой То услышь молитву Его Ради молитвы Пречистой Богородицы И помолившись Богу Сказал он так Даю церкви Этой Святой Богородице Десятую часть От богатств Моих И моих городов И уставил так Написав заклятие В церкви этой Сказав Если кто отменит это Да будет проклят И дал десятую часть Анастасу Корсунянину И устроил в тот день Праздник Великий боярам И старцам градским И бедным Роздал много богатства После этого Пришли печенеги К Василеву И вышел против них Владимир с небольшой дружиной И сошлись И не смог устоять Против них Владимир Побежал И стал Под мостом Едва укрывшись От врагов И дал тогда Владимир обещание Поставить церковь В Василеве Во имя Святого Преображения Ибо было В тот день Когда произошла Тосеча Преображение Господне Избегнув опасности Владимир построил Церковь И устроил Великое празднование Наварив Меду Триста мер И созвал Бояр своих Посадников И старейшин Из всех городов И всяких людей Много И роздал Бедным Триста гривен Десятинная церковь Была удивительной красоты Снаружи Ее венчали Двадцать пять глав Внутри было Множество колонн Из драгоценного Мрамора Яшмы А стены Украшены Жилописью И мозаикой Повесть временных лет Кончина князя Владимира Повесть временных лет Была написана В двенадцатом веке В Киево-Печерском монастыре Преподобным Нестором Литописцем После принятия Христианства Князь Владимир Очень изменился Он старался Во всем следовать Заповедям Божьим И даже опасался Наказывать преступников Видя же Что люди Его Христиане Радовался Душой И телом И так как любил Книжное чтение То услышал Он однажды Евангелие Блаженны Милостивые Ибо те Помилованы Будут Продайте Имение Ваше И раздайте Нищим Не собирайте Себе Сокровищ На земле Где Моль Истребляет И воры Подкапывают Но собирайте Себе Сокровища На небе Где Ни моль Не истребляет Ни воры Не крадут Благословен Человек Который Милует И взаймы Дает Слышал Он и слова Соломона Дающий Нищему Дает Взаймы Богу Повелел Он Всякому Нищему И бедному Приходить На княжий Двор И брать Все Что Надо Сказав Что немощные Больные Не могут Добраться До двора Моего Приказ 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 Снарядить Телеги И наложив На них Хлеб И мясо Рыбу Различные Плоды Мед В бочках А в других Квас Развозить По городу Спрашивая Где больной Нищий Или кто Не может Ходить Каждое Воскресенье Решил Он На дворе Своем В гриднице Устраивать Пир Чтобы Приходить Туда Боярам И гридям И сотским И десятским И лучшим Мужам И при князе И без князя И были Между ними Мир И любовь Владимир Жил В страхе Божьем И сказали Епископы Владимиру Вот Умножились Разбойники Почему Не казнишь Их Он Он же ответил Боюсь Греха Они же Сказали Ему Ты поставлен Богом Для наказания Злым А добран На милость Следует Тебе Казнить Разбойников Но Расследовав И сказал Владимир Пусть Так И Жил Владимир По заветам Отца И деда Владимир Остался В памяти Народной Милостивым Правителем И добрым Хозяином За что И получил Прозвание Красное Солнышко В год 997 Пошел Владимир К Новгород За северными Воинами Против Печенеков Узнали Печенеги Что нет Князя Пришли И стали Под Белгородом И затянулась Осада Города И был Сильный Голод И собрали Вечи В городе И сказали Вот уже Скоро Умрем От голода А помощи Нет От князя Был же Один Старец Послал он За городскими Старейшинами И сказал им Послушайте Меня Не сдавайтесь Еще три дня И сделайте То что я Вам велю И повелел Женщинам Сделать Болтушку На чем Кисель Варят И велел Выкопать Колодец И вставить В него Кать И налить Ее Болтушкой И велел Выкопать Другой Колодец И вставить В него Кать И повелел Поискать Меду И приказал Сделать Из него Пресладкую Сыту И вылить В Кать В другом Колодце И сказали Горожане Придя К печенегам Возьмите От нас Заложников А сами Войдите Человек С десять В город Чтобы посмотреть Что творится В городе Нашем Печенеги Они же обрадовались И пришли Они в город И сказали Им люди Зачем Губите Себя Разве Можете Перестоять Нас Ибо Имеем Мы Пищу От земли И привели К колодцу Где была Болтушка Для киселя И почерпнули Ведром И вылили В лотки И стали Есть Сперва Сами А потом И печенеги И удивились И сказали Не поверят Нам Князи Наши Если Не отведают Сами Они же Вернувшись Поведали Все что было И сварив Ели Князья Печенежские И подивились Поднялись И пошли От города Восвояси В конце жизни Князю Владимиру Пришлось Столкнуться С неповиновением Своего сына Ярослава Который Княжил В Великом Новгороде И только Скоропостижная Смерть Владимира Предотвратила Войну Между Отцом И сыном В год 2014 Когда Ярослав Был в Новгороде Давал он По условию В Киев 2000 гривен От года До года А тысячу Раздавал В Новгороде Дружине И так Давали все Новгородские Посадники А после Ярослав Не давал Этого В Киев Отцу Своему И сказал Владимир Расчищайте пути И мостите Мосты Ибо Хотел Идти Войною На Ярослава На сына Своего Но Разболелся В год 1015 Когда Владимир Собрался Идти Против Ярослава Ярослав Послав За море Привел Варягов Так как Боялся Отца Своего Когда Владимир Разболелся Был у него В это время Борис Умер он На Берестове И утаили Смерть его Так как Святополк Был в Киеве Ночью же Разобрали Помост Между двумя Клетями Завернули его В ковер И спустили Веревками На землю Затем Возложив Его на сани Отвезли И поставили В церкви Пресвятой Богородицы Которую Сам Когда-то Построил Узнав Об этом Сошлись Люди Без числа И плакали По нему Бояре Как по Заступнику Страны Бедные Как о своем Заступнике И кормителе И положили Его в гроб Мраморный Похоронили Тело Его Блаженного Князя С плачем Удивление Достойно Сколько Он сотворил Добра Русской Земле Крестив Ее Память О нем Чтут Русские Люди Вспоминая Святое Крещение Так Почил Крестивший Русь Великий Князь Владимир Славный И своим Государственным Умом И своей Христианской Добротой И смирением Русская Православная Церковь Причислила Князю Клику Святых В Равноапостольном Чине Русской Святые Страстотерпцы Борис и Глеб Первым Сказанием Об истории Русской Земли Является Повесть Временных Лет Составленная В начале 12 века Преподобным Нестором Летописцем После Смерти Князя Владимира Киевский Престол Наследовал Его старший Сын Святополк Любимцем же Киевлян Был другой Его сын Борис Правивший В Ростове Святополк Сел В Киеве По смерти Отца Своего И Созвал Киевлян И стал Давать им Дары Когда Борис Уже Возвратился С войском Назад Не найдя Печенегов Пришла К нему Весть Отец У тебя Умер И плакался По отце Горько Потому что Любим Был отцом Больше всех И остановился Дойдя До Альты Сказала Ему Дружина Отцовская Вот у тебя Отцовская Дружина И войско Пойди Сядь В Киеве На отцовском Столе Он же Отвечал Не подниму Руки На брата Своего Старшего Между тем Святополк Исполнившись Беззаконие Послал Сказать Борису Хочу С тобою Любовь иметь И придам Тебе Еще К полученному От отца Владению Но сам Обманывал Его Чтобы Как-нибудь Его Погубить Святополк Пришел Ночью В Выжгород Тайно Призвал Мужей Боярских И сказал Им Ступайте И убейте Брата Моего Бориса Посланные Пришли На Альту Ночью И когда Подступили Ближе То услыхали Что Борис Поет За утренню Кончив За утренню Помолился И сказал Так Смотря на Икону Я же Не от врагов Принимаю Это страдание Но от Своего же Брата И не Вмени Ему Господи Это в грех И помолившись Богу Возлег На постель Свою И вот Напали На него Как звери Дикие Обступив Шатер И проткнули Его копьями И пронзили Бориса И слугу Его Прикрывшего Его своим Телом Убив же Бориса Окаянные Завернули Его в шатер Положив На телегу Повезли Еще Дышавшего Святополк же Окаянный Узнав Что Борис Еще Дышит Послал Двух Варягов Прикончить Его И так Скончался Блаженный Борис Приняв С другими Праведниками Венец Вечной Жизни От Христа Бога Святополк Хотел Единолично Править В русской земле И задумал Погубить Всех Своих Братьев Как Когда-то Каин Задумал Погубить Своего Брата Авеля Святополк Жо Окаянный Стал Думать Вот Убил Я Бориса Как Бо Убить Глеба И Послал Обманывая Гонца К Глебу Говоря Так Приезжай Сюда Поскорее Отец Тебя зовет Сильно Он Болен Глеб Тотчас Сел На Отправился С малой Дружиной Потому что Был Послушлив Отцу И Пришел В Смоленск И Отошел От Смоленска Недалеко И Стал На Смядыне В Насаде В это же Но Но Еще Больше По Братья И Стал Молиться Со Слезами Говоря Так Увы Мне Господи Лучше Было Бы Мне Умереть С Братом Нежели Жить На Свете Этому Если Доходят Молитвы Твои К Богу То Помолись Обо Мне Чтобы Я Принял Ту Же Мученическую Кончину И Тут Вдруг Захватили Посланный Корабль Глебов И Обнажили Оружие Один Из Посланных Велел Тотчас Же Зарезать Глеба Покаянные Же Возвратились Назад Когда Же Они Пришли И Сказали Святополку Сделали Приказанное Тобою Он Же Услышав Это Возгордился Еще Больше И Так Глеб Был Убит Затем Же Взяв Его Увезли И Положили Его Рядом С Братом Его Борисом В церкви Святого Василия Так Он Принял Венец Царствия Божия Войдя В небесные Обители И Увидел Там Желанного Брата Своего И Радовался С ним Неизреченную Радостью Которую Удостоились Они За свое Братолюбие Русская Земля После Мученической Кончины Князей Бориса И Глеба Приобрела В их Лице Небесных Покровителей И Молитвенников И Соединились Они Телами А Сверх Того И Душами Прибывая У Владыки Царя Всех В радости Бесконечной В свете Неизреченном И Подавая Дары Исцеления Русской Земле И Всех Приходящих С верою Из Иных Стран Исцеляя Хромым Давая Хождение Слепым Прозрение Болящим Выздоровление Закованным Освобождение Темницам Отверзение Печальным Утешение Гонимым Избавление Заступники Они За русскую Землю Светильники Сияющие И Вечно Молящиеся Владыки О своих Людях Вот Вот Почему Мы Должны Достойно Восхвалять Страстотерпцев Этих Христовых Прилежно Молясь Им Со словами Радуйтесь Братья Вместе Пребывающие В селениях Небесных В неувидаемой Славе Радуйтесь Потому что Напояете Вы все Сердца Горести И болезни Отгоняете Страсти Злые Исцеляете Благословилась Земля Русская Кровью Вашей И мощами Покоящимися В церкви Просвещаете Вы церковь Эту Духом Божественным В ней Жас Мучениками Как мученики Молитесь Вы за Людей Своих Радуйтесь Страстотерпцы И заступники Наши Покорите Поганых Под ноги Князьям Нашим Молясь Владыки Богу Нашему Чтобы Пребывали Они В мире В единении И здоровье Избавляя Их От особенных Войн И от Пронырства Дьявола Удостойте И нас Того же Поющих Вам И почитающих Ваше Славное Торжество Во вся Веки До Скончания Мира Благоверные Князья Страстотерпцы Борис И Глеб Стали Первыми Святыми Русской Церкви Торжество Повесть временных лет Много древних сказаний об истории Руси было собрано в повести временных лет преподобным Нестором Летописцем. Князь Святослав, правивший землей древлян, узнав о гибели братьев Бориса и Глеба, бежал в Венгрию. Но Святослав послал за ним погоню, и в Карпатских горах Святослав был убит. И стал Святополк думать, перебью всех своих братьев и стану один владеть русскую землею. Так думал он в гордости своей, не знаю, что Бог дает власть кому хочет, ибо поставляет Всевышний Цесаря и князя, как их захочет дать. Святополк же окаянный стал княжить в Киеве. Когда Ярослав не знал еще об отцовской смерти, было у него множество варягов, и творили они насилие новгородцам и женам их. Новгородцы восстали и перебили варягов во дворе Парамоньеву. И разгневался Ярослав и пошел в село Ракома, сел там во дворе и послал к новгородцам сказать, «Мне уже тех не воскресить». И призвал к себе лучших мужей, которые перебили варягов и, обманув их, перебил. В ту же ночь пришла ему весть из Киева от сестры его предславы. «Отец твой умер, а Святополк сидит в Киеве, убил Бориса, а наглева послал. Берегись его очень». Услышав это, печален был Ярослав и об отце, и о братьях, и о дружине. На другой день, собрав остаток новгородцев, сказал Ярослав, «О, милая моя дружина, которую я вчера перебил, а сегодня она оказалась нужна». Утер слезы и обратился к ним на вече. «Отец мой умер, а Святополк сидит в Киеве и убивает братьев своих». И сказали новгородцы, «Хотя князь и иссечены братья наши, можем за тебя бороться». И собрал Ярослав тысячу варягов, а других воинов сорок тысяч. И пошел на Святополка, призвав Бога в свидетели своей правды, и сказав, «Не я начал избивать братьев моих, но он, рассуди меня, Господи, по правде, да прекратятся злодеяния грешного». И пошел на Святополка. Чтобы остановить злодеяние братоубийцы, Ярослав с дружиной двинулся на Святополка войной. Услышав же, что Ярослав идет, Святополк собрал бесчисленное количество воинов, русских и печенегов, и вышел против него к Любичу, на тот берег Днепра, а Ярослав был на этом. Пришел Ярослав на Святополка, и стали по обе стороны Днепра, и не решались ни эти на тех, ни те на этих. И стояли так три месяца друг против друга. И стал воевода Святополка разъезжая по берегу укорять новгородцев, говоря, «Что пришли с хромцом этим? Вы ведь плотники? Поставим вас хором и наши рубить!» Слыша это, сказали новгородцы Ярославу, «Завтра мы переправимся к нему. Если кто не пойдет с нами, сами нападем на него». Наступили уже заморозки. Святополк стоял между двумя озерами и всю ночь пил с дружиной своей. Ярослав же с утра, исполчив дружину свою на рассвете, переправился. И высадившись на берег, оттолкнули ладья от берега, и пошли друг против друга, и сошлись в схватке. Была сеча жестокая, и не могли из-за озера Печенеги помочь. И брижали Святополка с дружиной к озеру, и вступили на лед, и подломился под ними лед, и стал одолевать Ярослав. Святополк же бежал в Польшу, а Ярослав сел в Киеве на столе отцовском и дедовском. И было тогда Ярославу 28 лет. Святополк, объединившись со своим тестем Болеславом Польским, объявил войну Ярославу. В год 1018 пришел Болеслав на Ярослава со Святополком и с поляками. Ярослав же, собрав Русь и варягов и славян, пошел против Болеслава и Святополка и пришел к Волыню. И стали они по обеим сторонам реки Буга. И был у Ярослава кормилиц и воевода именем Будо. И стал он укорять Болеслава, говоря так, проткнем тебе колом брюхо твое толстое. Ибо был Болеслав велик и тяжек, так что и на коне не мог сидеть, но зато был умен. И сказал Болеслав дружине своей, если вас не унижает оскорбление это, то погибну один. Сев на коня, въехал он в реку, а за ним воины его. Ярослав же не успел исполчиться и победил Болеслав Ярослава. И убежал Ярослав с четырьмя мужами в Новгород. Болеслав же вступил в Киев со Святополком. И сказал Болеслав, разведите дружину мою по городам на покорм. Ярослав же, прибежав в Новгород, хотел бежать за море. Но посадник Константин, сын Добрыни, с новгородцами рассек ладьи Ярослава, говоря, хотим и еще биться с Болеславом и со Святополком. Стали собирать деньги. От мужа по четыре куны, а от старост по десять гривен, а от бояр по восемнадцать гривен. И привели варягов, и дали им деньги. И собрал Ярослав воинов много. Когда же Болеслав сидел в Киеве, окаянный Святополк сказал, сколько есть поляков по городам, избивайте их. И перебили поляков. Болеслав же побежал из Киева, забрав богатство, и бояр Ярославовых, и сестер его. И людей множество увел с собой. И города Червенские забрал себе. И пришел в свою землю. Святополк же стал княжить в Киеве. И пошел Ярослав на Святополка, и бежал Святополк к печенегам. Собрав огромное войско печенегов, Святополк вновь выступил против Ярослава. Битва состоялась на реке Альти. Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Между усобицы Ярослав и Мстислав В стенах древнейшей обители Руси, Киево-Печерского монастыря, в начале XII века был создан первый летописный свод русской истории. Воинственный Святополк вновь пошел войной на брата. Два войска встретились на реке Альти. От исхода этой битвы зависела судьба Руси. В год 1019 пришел Святополк с печенегами в силе Грозной, и Ярослав соврал множество воинов и вышел против него на Альту. Ярослав встал на место, где убили Бориса. Помолился и сказал, братья мои, «Хотя отошли вы телом отсюда, но молитвою «Помогите мне против врага сего, убийцы и гордеца!» И когда сказал так, двинулись противники друг на друга, и покрыло поле Альтинское множество воинов. Была же тогда пятница, и всходило солнце, и сошлись обе стороны, и была сеча жестокая, какой не бывало на Руси. И за руки, хватаясь, рубились, и сходились трижды так, что текла кровь по низинам. К вечеру же одолел Ярослав, а Святополк бежал. И когда бежал он, напал на него бес, и расслабли все члены его, и не мог он сидеть на коне, и несли его на носилках. И бежавшие с ним принесли его к Берестью. Он же говорил, «Бегите со мной, гонятся за нами!» Отроки же его посылали посмотреть, гонится ли кто за нами. И не было никого, кто обыгнался за ними, и дальше бежали с ним. Не мог он вытерпеть на одном месте. И пробежал он через польскую землю, гонимой Божиим гневом. И прибежал в пустынное место между Польшей и Чехией, и там бедственно окончил жизнь свою. С тех пор прекратились усобицы в русской земле. А князь Ярослав принял всю землю русскую под свое правление. Князь Ярослав стал правителем русской земли. Но его родной брат Мстислав, по прозванию Удалуй, правивший на Тамане, также решил завоевать себе земли близ Киева. В год 1024. Когда Ярослав был в Новгороде, пришел Мстислав из Томуторакани в Киев и не приняли его киевляне. Он же пошел и сел на столе в Чернигове. В тот же год восстали волхвы в Суздале. Был мятеж великий и голод по всей той стране. И пошли по Волге все люди к болгарам, и привезли хлеба, и так ожили. Ярослав же, услышав о волхвах, пришел в Суздаль. Захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так, Бог за грехи посылает на всякую страну голод или мор, или засуху, или иную казнь. Человек же не знает, за что. И, возвратившись, пришел Ярослав в Новгород и послал за море, за варягами. И пришел Якун с варягами, и был Якун тот красив, и плащ у него был золотом выткан. И пришел к Ярославу, и пошел Ярослав с Якуном на Мстислава. Мстислав же с вечера исполчил дружину, и поставил северян прямо против варягов, а сам стал с дружиною своей по обеим сторонам. И наступила ночь. Была тьма, молния, гром и дождь. И пошли Мстислав и Ярослав друг на друга, и схватилась дружина северян с варягами, и трудились варяги, рубя северян. И затем двинулся Мстислав с дружиной своей, и стал рубить варягов, и была сеча сильна. И когда сверкала молния, блистало оружие, и была гроза беленькая. И когда увидел Ярослав, что терпит поражение, побежал с Якуном князем варяжским, и Якун тут потерял свой плащ золотой. Ярослав же пришел в Новгород, а Якун ушел за море. И послал Мстислав за Ярославом, говоря, садись в своем Киеве, ты старший брат, а мне пусть будет эта сторона Днепра. В год 1026. Ярослав собрал воинов многих и пришел в Киев, и заключил мир с братом своим Мстиславом у городца. И разделили по Днепру русскую землю, Ярослав взял эту сторону, а Мстислав ту. И начали жить мирно и в братолюбии, и затихли усобица и мятеж, и была тишина великая в стране. Ярослав начинает усердно трудиться над приведением в порядок государственных дел, над защитой своих границ от враждебных соседей. В год 1036. Мстислав вышел на охоту, разболелся и умер. И положили его в церкви святого Спаса, которую сам заложил. Были ведь при нем выведены стены ее в высоту, сколько можно, стоя на коне, достать рукую. Был же Мстислав могуч телом, красив лицом, любил дружину без меры, имение для нее не щадил, ни в питье, ни в пище ничего не запрещал ей. После того завладел всем его владением Ярослав и стал самовластцем в русской земле. Пошел Ярослав в Новгород и посадил сына своего Владимира в Новгороде, а епископом поставил Жидяту. В это время родился у Ярослава сын, нарекли имя ему Вячеслав. Когда Ярослав был в Новгороде, пришла к нему весть, что печенеги осадили Киев. Ярослав собрал воинов многих, варягов и славян, пришел к Киеву и вошел в город свой, а было печенегов без числа. Ярослав выступил из города и исполчил дружину, и поставил варягов посредине, а на правой стороне киевлян, а на левом крыле новгородцев, и стал предградом. Печенеги пошли на приступ и схватились на месте, где стоит ныне Святая София, метрополия русская. Было здесь тогда поле вне града, и была сеча жестокая, и едва к вечеру одолел Ярослав. И побежали печенеги в рассыпную, и не знали, куда бежать. Одни, убегая, тонули в сетомли, иные же в других реках. После смерти князя Мстислава все его волости достались Ярославу. Он становится единовластным князем русской земли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Повесть временных лет Ярослав. Строительство храмов В начале XII века был создан первый летописный свод русской истории. Князь Ярослав получил прозвание Нарядника земли русской. Он заново отстраивает Киев. Возводит величественные храмы, открывает школы, собирает библиотеки. В год 1037-й заложил Ярослав город великий у того же града золотые ворота. Заложил и церковь святой Софии, метрополию, и затем церковь на золотых воротах святой Богородицы Благовещения, затем монастырь святого Георгия и святой Ирины. И стала при нем вера христианская плодиться и расширяться. И чернорисцы стали умножаться, и монастыри появляться. И собрал песцов многих, и переводили они с греческого на славянский язык. И написали они книг множества. Ими же поучаются верующие люди и наслаждаются учением божественным. Как если один землю вспашет, другой же засеет, а иные жнут и едят пищу неоскудевающую, так и этот. Отец ведь его, Владимир, землю вспахал и размягчил, то есть крещением просветил. Этот же засеял книжными словами сердца верующих людей, а мы пожинаем, учения принимая книжные. Ибо кто часто читает книги, тот беседует с Богом или со святыми мужами. Ярослав же любил книги, и много их написав, положил в церкви святой Софии, которую создал сам. Украсил ее золотом, серебром и сосудами церковными, и возносят в ней к Богу положенные песнопения в назначенное время, и другие церкви ставил по городам и по местам. И умножились пресвитеры и люди христианские. И радовался Ярослав, видя множество церквей и людей христиан. Собор святой Софии сохранился до наших дней и является главным памятником древнего Киева. Князь Ярослав продолжал расширять русские владения, совершал военные походы. В год 1038-й Ярослав пошел на Ятвягов. В год 1040-й Ярослав пошел на Литву. В год 1041-й Пошел Ярослав на Мазовшин в Ладьях. В год 1042-й Пошел Владимир Ярославич на Ямь и победил их. И пали кони у воинов Владимировых. Такой был мор на коней. В год 1043-й Послал Ярослав сына своего Владимира на греков и дал ему много воинов, а воеводство поручил в Ишате. И была буря велика, и разбила корабли русских, и княжеский корабль разбил ветер, и взял князя в корабль Иван Творимирич, воевода Ярослава. Прочих же воинов Владимировых числом до 6 тысяч выбросило на берег. И пошли, намереваясь дойти до Руси. И сообщили грекам, что море разбило ладьи Руси и послал царь именем Мономах за Русью 14 ладей. Владимир же, увидев с дружиною своею, что идут за ними, повернув, разбил ладьи греческие и возвратился на Русь, сев на корабли свои. Вышат уже схватили вместе с выброшенными на берег и привели в царь град и ослепили много русских. Спустя три года, когда установился мир, отпущен был Вышата на Русь к Ярославу. В год 1051-й поставил Ярослав Илариона митрополитом, русского родом, в Святой Софии собрав епископов. Боголюбивый князь Ярослав любил село Берестовое и церковь, которая была там. И помогал попам многим, среди которых был пресвитер именем Иларион, муж благостный, книжный и постник. И ходил он из Берестового на Днепр, на холм, и там молитву творил. Был там лес великий. Выкопал он пещерку малую. И приходя из Берестового, пел там церковные часы и молился Богу в тайне. Бог положил князю мысль на сердце поставить его митрополитом в Святой Софии. И немного дней спустя оказался некий человек, мирянин из города Любичи. И положил ему Бог мысль на сердце идти странничать. И направился он на Святую Гору и увидел там монастыри и обошел их, полюбив монашество. И пришел в один монастырь и умолил игумена, чтобы постриг его в монахе. Тот постриг его, дал ему имя Антоний, наставив и научив, как жить по-чернечески. Иди снова на Русь, и да будет на тебе благословение Святой Горы, ибо от тебя многие станут чернецами. Антоний же пришел в Киев и стал думать, где бы поселиться. И ходил по монастырям и не возлюбил их, так как Бог не хотел того. И стал ходить по дебрям и горам, ища место, которое бы ему указал Бог. И пришел на холм, где Иларион выкопал пещерку и возлюбил место то, и поселился в ней, и стал молиться Богу со слезами, говоря, «Господи, укрепи меня в месте этому, и да будет здесь благословение Святой Горы и моего игумена, который меня постриг». И стал жить тут, молясь Богу. И прослыл он, как великий Антоний. Приходя к нему, просили у него благословения. Преподобный Антоний Печерский является основателем монашества на Руси. Субтитры подогнал «Симон» ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ Антоний и Феодосий Печерский В начале XII века преподобным Нестором был составлен летописный свод. Преподобный Нестор поведал в летописи о подвигах преподобного Антония Печерского. После же, когда приставился великий князь Ярослав, приял власть сын его Изяслав и сел в Киеве. Антоний же прославлен был в русской земле. Изяслав, узнав о святой жизни его, пришел с дружиною своею, прося у него благословения и молитвы. И стало приходить к Антонию братья. И начал он принимать и постригать их, и собралось к нему братья числом двенадцать. И ископали пещеру великую, и церковь, и кельи, которые и до сегодня еще существуют в пещере под старым монастырем. Когда собралась братья, сказал им Антоний, «Живите же сами по себе, и поставлю вам игумена, а сам я хочу уединиться в этой горе, так как и прежде уже привык жить в уединении». И поставил им игуменом в Орлаама. А сам пришел к горе и ископал пещеру, что под новым монастырем, и в ней скончал дни свои, живя в добродетели, не выходя никуда из пещеры в течение сорока лет. В ней лежат мощи его и до сего дня. Братья же с игуменом жили в прежней пещере. И в те времена, когда братья умножилось и не могла уже вместиться в пещере, помыслили поставить церковку вне пещеры. И повелел им Антоний. Они поставили церковку малую над пещерой во имя успения Святой Богородицы. И начал Бог по молитве Святой Богородицы умножать чернористцев. И совет сотворили братья с игуменом поставить монастырь. И пошли братья к Антонию. Антоний же сказал с радостью Благословен Бог во всем. И молитва Святой Богородицы и отцов Святой Горы да будет с вами. И сказав это, послал одного из братьев к князю Изяславу, говоря так, Князь мой, вот Бог умножает братью, а местечко мало. Дал бы нам гору ту, что над пещерою. Изяслав же услышал это, и был рад. И отдал им гору ту. При ученике преподобного Антония Феодосии был разработан монастырский устав, который потом распространился и на другие монастыри Руси. От того, что жили чернецы прежде в пещере, и прозвался монастырь Печерским. Основался же по благословению Святой Горы. Когда укрепился при Игумене в Орлааме, Изяслав поставил другой монастырь, Святого Дмитрия. Братья, сотворив совет, пошли к старцу Антонию и сказали, поставь нам Игумена. Он же сказал им, кого хотите. Они же ответили, кого хочет Бог и ты. И сказал им, кто из вас больше Феодосия, послушного, кроткого, смиренного, да будет он вам, Игумен. Братья же рады было, поклонилась старцу и поставили Феодосия Игуменом братьи числом двадцать. Когда же Феодосий принял монастырь, стал он следовать воздержанию и строгим постам, и молитвам со слезами, и собрал братья и числом сто. И стал искать устава монашеского. И нашелся тогда Михаил, монах студийского монастыря, пришедший из греческой земли. И стал у него Феодосий спрашивать устав студийских монахов. И нашел у него, и списал, и ввел устав в монастыре своем. Как петь пения монастырские, и как класть поклоны, и как читать, и весь распорядок церковный, и на трапезе поведения, и что вкушать, в какие дни, все это по уставу. Переняли все монастыри этот устав. Оттого и почитается монастырь Печерский старшим изо всех. Когда же жил Феодосий в монастыре, пришел к нему и я, худой и недостойный раб, и принял меня. А лет мне было от роду семнадцать. Этим юношей и был Нестор Литописец, первый русский историк, составивший впоследствии жития Печерских подвижников. В год тысяча пятьдесят второй представился Владимир, старший сын Ярослава, в Новгороде и положен был в Святой Софии, которую воздвиг сам. В год тысяча пятьдесят третий У Всеволода родился сын от дочери царской, гречанки, и нарек имя ему Владимир. В год тысяча пятьдесят четвертый представился великий князь русский Ярослав. Еще при жизни дал он наставление сыновьям своим, сказав, вот, я покидаю мир этот, сыновья мои. Имейте любовь между собой, потому что все вы братья от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, Бог будет в вас и покорит вам врагов. Если же будете в ненависти жить, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, но живите мирно, слушаясь, брат брата. Вот я поручаю стол мой в Киеве старшему сыну моему и брату вашему Изиславу, а Святославу даю Чернигов, а Всеволоду Переяславль, а Игорю Владимир, а Вячеславу Смоленск. И так разделил между ними города, запретив им переступать пределы других братьев и изгонять их. Сам уже он был болен тогда, и, приехав в Ишгород, сильно расхворался. Всеволод же был тогда при отце, и приспел конец жизни Ярослава и отдал душу свою Богу. Всеволод же обредил тело отца своего, возложив на сани повез его в Киев, плакали по нем люди, и принеся положили его в гроб мраморный в церкви Святой Софии. Жил же он всех лет 76. Ярослав заслужил в народе прозвание мудрого. Своим детям он оставил завещание исполненной любви и заботы о будущем родной земли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok